Бился прицел или стреляли по нечетким целям. Троих участников незаконной корриды задержали госинспекторы. К этому моменту свой план охотники уже выполнили. Правильнее даже сказать, перевыполнили. Цель была пернатой, но по факту трофей оказался куда серьезнее. И надо сказать, что удачу оценили стражи флоры и фауны. Правда, уже со всеми вытекающими для нарушителей последствиями. Случайная добыча создала немало трудностей для так называемого невольного охотника в Рашанском районе. Предварительно дичь самобросилась в руки, но есть одно но. Забирать трофей было нельзя. О тонкостях сезона охоты расскажет Карина Пашкова. Выбрал цель покрупнее, видимо, чтобы не промахнуться. Троих браконьеров стража флоры и фауны задержали в Уздинском районе. Госинспекторы сразу обратили внимание на автомобиль Рено, который выезжал из леса. Фары у машины были выключены. Да и реакция мужчин в салоне авто говорит за себя. Заметив правоохранителя, они попытались бежать. Хотя попытка и оказалась неудачной. Стоит сказать, один из задержанных является охотником. Причем у мужчины даже разрешение было на отстрел пернатых. Вот только на прицел он взял совсем иной трофей. В багажнике они перевозили 90 килограмм мяса дичи. Мясо это принадлежит лосю. Потом при более тщательном осмотре местности, недалеко в зарослях кустарника, госинспекторы обнаружили останки самки лося. По мнению специалистов, в этот период лосиха выкармливала двоих детенышей, которые теперь остались без матери. И большой вопрос, смогут ли они выжить. Одного из задержанных мужчин подозревают в незаконной добыче самки лося. Двоих других в разделке и транспортировке туши животного. Госинспекторы изъяли у охотника три ружья, а машина, на которой перевозили мясо дичи, на штрафстоянке. Сезон охоты на копытных открылся еще 20 августа. Тем не менее, госинспекторы напоминают, что добывать разрешено преимущественно самцов. В противном случае охотники сами себе портят впечатление от своего хобби. Нарушителям придется возместить ущерб, причиненный природе, да еще и есть вероятность стать фигурантом уголовного процесса. В данном случае ущерб оценили в сумму более 7 тысяч рублей, а по данному факту возбудили уголовное дело. А этот случай произошел в Аршанском районе. Госинспекторам стало известно о незаконной транспортировке туши косули. Животное пострадало при ДТП. В итоге водителя задержали, а в багажнике его авто нашли трофей. Возбуждено уголовное дело. С приходом осени активизируется не только охота, но и активизируется миграция диких животных. И сейчас надо быть очень осторожным водителем, потому что животные очень часто выходят на дорогу и происходят столкновения. Подобное стечение обстоятельств некоторые шоферы считают удачным и забирают тушу сбитого животного. Правда, не все знают, что даже в этом случае можно стать фигурантом уголовного процесса за незаконную транспортировку и разделку животных. Карина Пашкова, Николай Лашкевич, Зона Икс.